В ней переплетены все мои темы – поиски, чудеса, путешествия, любопытство, духовность. Моя новая книга «Происхождение всех вещей» – книга о семье Уитакеров. Конечно, они вымышлены, но мне нравится думать, что эти люди жили на самом деле, занимались исследованиями в области ботаники и, конечно, преуспели в этом деле. Они стали известными и разбогатели именно благодаря своему увлечению. Главная героиня – Альма Уитакер – прекрасная, но очень одинокая женщина. Всю свою страсть она отдала науке изучению мхов и хвойных растений, что для XIX века было редкостью. Я работала над этой книгой очень долго. Это мой первый художественный роман. Конечно, получилась книга не только о любви или о ботанических исследованиях. «Происхождение всех вещей» – книга обо всех великих свершениях XIX века. Элизабет Гилберт. «Происхождение всех вещей». Что есть жизнь, мы не знаем. Что делает жизнь, мы знаем хорошо. Лорд Персиваль. Пролог. Альма Уитакер, рожденная с началом века, пришла в наш мир 5 января 1800 года. И тут же, почти немедленно, вокруг нее стали формироваться самые разные мнения. Бросив на младенца первый взгляд, мать Альмы осталась вполне довольна результатом. Прежде Беатрикс Уитакер не везло в деле производства потомства. Первые три попытки зачать утекли печальными струйками, не успев прижиться. Предпоследнее же – сын. Полностью сформировавшийся мальчик почти успел увидеть этот мир, но потом в самое утро своего рождения вдруг передумал и явился на свет уже мертвым. После таких потерь любое дитя сгодится, лишь бы выжило. Прижимая к груди крепкого младенца, Беатрикс шептала молитву на своем родном голландском. Она просила Бога, чтобы дочь выросла здоровой, умной и рассудительной, и никогда бы не сдружилась с теми девицами, что густо пудрят щеки, не стала бы громко смеяться над вульгарными анекдотами, сидеть за карточным столом с несерьезными мужчинами, читать французские романы, вести себя, как не подобает и дикарям-индейцам, и позорить приличное семейство каким бы то ни было способом, словом, чтобы она не превратилась в простушку. В этом и заключалось ее благословение, или то, что считала таковым Беатрикс Уиттекер, женщина суровых нравов. Акушерка-немка из местных пришла к выводу, что роды прошли не хуже других, да и дом этот был не хуже других, следовательно, и Альма Уиттекер, дитя, ничем не хуже других. Спальня у хозяева была теплой, суп и пиво подавались без ограничений, мать держалась стойко, чего и следовало ждать от голландки. Кроме того, акушерка знала, что ей заплатят и не поскупятся. Любое дитя не грех назвать славным, коли деньги приносит, поэтому и она благословила Альму, хоть и без особых сантиментов. А вот домоправительница поместья, Ханнике де Гроот, считала, что радоваться нечему. Младенец оказался девочкой, притом некрасивой, с лицом, как тарелка каши, бледным, что твой крашеный пол. Как все дети, эта девчонка принесет много работы. Как вся работа, эта поди тоже ляжет на плечи Ханнике. Но домоправительница все равно благословила дитя, ведь благословение новорожденного обязанность каждого, а Ханнике де Гроот от обязанностей никогда не отнекивалась. Она расплатилась с акушеркой и сменила простыни. В трудах ей помогала, хоть и не слишком усердно, юная горничная, разговорчивая деревенская девица, недавно взятая на работу в дом. Та больше на ребенка глаза лупила, чем в спальне прибиралась. Имя девицы не стоит упоминания на этих страницах, так как уже на следующий день Ханнике де Гроот уволит ее за бестолковость и отошлет обратно без рекомендаций. Тем не менее, в тот единственный вечер никчемная горничная, которой было суждено покинуть дом на завтра, ворковала с младенчиком и мечтала о своем таком же. Она тоже благословила Альму ласково и от чистого сердца. Что до отца Альмы, хозяина поместья, Генри Уиттекера, тот малышкой остался доволен. Весьма доволен. Ему было все равно, что родилась девочка и при том некрасивая. Генри Альму не благословил, но лишь потому, что считал раздачу благословений не своим делом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова